Знаете, мы говорим о Библии как о Божьем Слове, и люди спрашивают, кто написал Библию? Ну, Бог не делал этого, это сделали люди. Верно и то, и другое. Бог написал ее через людей. Вы спросите, но как это может быть? Если у вас есть витраж, и через этот витраж светит солнце, когда свет проходит на другую сторону, он изменяется, он преломляется в витраже. И через витраж человечества, если Бог говорит через людей, может получиться что-то смешное. Хорошо, а что если Бог сделал этот витраж так, что когда через него светит солнце, этот свет выходит с другой стороны именно так, как Он желает? Что если Бог действует через определенных людей определенным образом? Так, что когда они писали, со всеми своими особенностями, грамматикой и стилем, все вышло именно так, как Бог хотел. Именно это сказано во втором послании к Тимофею 3.16 о писаниях. Павел сказал следующее. Все писание богодухновенно, некоторые переводы говорят вдохновлено Богом, но буквально вдохнуто Богом, и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Есть много хороших книг, много хороших проповедей, много приятных учений, но только одна Библия. Есть только одно Божье Слово. Итак, оно пришло через людей, так? И таким образом, оно имеет все отличительные человеческие черты. Писание пришло через людей, потому в нем есть определенные грамматические стили, использованы определенные слова, определенные обороты речи, которые более характерны для одного человека, чем для другого. И тем не менее, это Бог говорит через этих людей, со всем этим многообразием, передавая нам свое непогрешимое и совершенное послание, чтобы мы могли сесть с Библией и, читая Его Слово, написанное людьми, собранное людьми, понимать слова, вдохнутые Богом. И мы читаем Слово самого Бога.